Один украинец в день производит в среднем килограмм мусора. Неудивительно, что одна седьмая территории Украины завалена бытовыми отходами. Это вдвое больше, чем площадь Нидерландов. Потому о переработке мусора говорят давно. Но кажется, впервые закон обязывает мусорных магнатов к развитию зеленого бизнеса. Эта норма ставит под удар полигоны твердых бытовых отходов, которые принимают мусор. И теперь они обязаны организовать, видимо, убробку або парыробку на своей территории. Отечественные мусорные монополисты считают переработку вторсырья затратной бессмыслицей, для которой, кроме всего, нужна инфраструктура. Пока ее нет. А создавать условия за свои деньги со всеми сопутствующими рисками бизнесмены не хотят. И от государства помощи ждать не приходится. Дотации или выгодных кредитов мусорным компаниям не предлагают. Наши законодатели наконец-то начали думать об экологии, о том, что мусор нельзя просто выбрасывать на свалки. Сам закон еще немножко сыроватый. Легко там людей обязать. Но так как у нас еще очень слабо развита соответствующая инфраструктура, то люди, которые сортируют мусор, у многих возникнет проблема, куда его девать. С точки зрения нашего опыта, я бы на месте нашего государства не просто такой закон принял, который обязывал это делать, а еще надо стимулировать бизнес, который занимается переработкой данных отходов. Какие-то дотации, какие-то льготные кредиты нужно давать именно на развитие данной инфраструктуры. Согласно обновленному закону, обязательства мусорных компаний не будут сводиться сугубо к сортировке мусора. Она, по факту, должна производиться еще с 2012 года. Снова натыкаемся на скалы украинских реалий, о которой разбивается в большинство хороших идей. Ужас всего происходящего в том, что в соответствии с законом Украины про отходы, давным-давно население, предприятие и вообще все-все-все должны сортировать мусор. Потому что есть статья 35, пункт 1, где сказано, что раздельное сбирание побутовых отходов здействуется их властниками, згидно с методикой раздельного сбирания побутовых отходов. А кто есть властники с методиками? Это мы с вами, как считается, физические особы. Это предприятие, если это отходы предприятия и так далее. У коммунального предприятия, у муниципалитета свои отходы. Но небольшой прогресс все же есть. На улицах появляются контейнеры для раздельного мусора. На украинский рынок заходят частные мусороперерабатывающие компании. Подключаются к процессу и школы. Правда, например, экологическую инициативу 13-й школы перечеркнул мусорный монополист. Уже отсортированные отходы мусорщики сгружали в один общий автомобиль. Мы установили разные контейнеры для сбора смятения. Но, на жаль, этот конкурс дальше не продолжается. А куда дальше надевать все эти пластиковые бутылки, бумагу, папир, крем, або какие-то продукты харчевания. Такие абсурдные ситуации с обновленным законом будут возникать все чаще, уверены юристы. Государство может обязать мусорные компании перерабатывать отходы. Но для этого фирмам нужны отдельные автомобили и оборудование. Об их закупке мусорные магнаты всерьез не задумываются. По крайней мере, пока. У предприятий монополистов на сегодняшний день нет мощности для того, чтобы показать людям, что они действительно осуществляют сортировку. У них нет специальных машин, потому что каждый вид вторсырья действительно должен забираться отдельной машиной. И они не хотят в это вкладывать деньги. Несмотря на то, что это бизнес, это самый полноценный бизнес, как работает бизнес. Он вкладывает деньги, берет кредит и потом их отрабатывает. Но почему-то здесь как будто бы это какая-то, не знаю, благотворительная деятельность. То есть они ждут, что ведут тарифы. Людей гарантированно не будут получать деньги. И вот тогда они что-то вложат. Тут всплывает следующая проблема. В Украине не умеют извлекать пользу из вторсырья. Сортировку отходов считают копеечным делом. Для сравнения, в цивилизованной Германии мусор – ценнейший ресурс. Килограмм пластика стоит от 5 до 8 гривен. Это достаточно много его надо насобирать. Если говорить о пластике. А стекло стоит вообще копейки. 50 копеек за килограмм. То есть собирать это просто невыгодно в данный момент. Государство должно мотивировать людей сортировать и перерабатывать именно стоимостью. В Германии одна пластиковая бутылка стоит 25 евроцентов. Там проблема решилась сама собой. Помимо воспитания культуры, людей необходимо стимулировать экономически, утверждают эксперты. Сортировать отходы должно быть выгодно. В той же образцовой Германии за уборку мусора немец не платит ни копейки. А тот, кто сортировать отходы ленится, платит по полной. Людьми движет интерес, экономический интерес. Это должно быть выгодно людям. Поэтому, когда люди поймут, что платя за вывозку мусора, мы будем платить, мы, члены ОСМД, меньше, потому что бумага оценивается ими как товар, пластик этот оценивается как товар, мы экономически людей заинтересуем. Закапывать непереработанные отходы запретили. Политическое решение Европе показали. Но как будет работать система при двух условиях? При отсутствии достаточного количества перерабатывающих заводов и при отсутствии наказания за нарушение запрета. Пока есть, скажем так, норма закона как политическое решение, которое нас ставит к ведому, что с 1 января будет такой порядок использования мусора. Обновленный закон скорее напоминает вектор, который выбрала Украина. Однако до сих пор не предусмотрены даже штрафы, которыми будут облагать нечестные мусорные фирмы. С другой стороны, работать по закону пока не в состоянии и половина украинских мусорных компаний. Вероника Годятская, Григорий Евич, телеканал Репортер.